Давайте сейчас презентацию откроем. Видна презентация? Нет, Анатолий Павлович, пока тоже. Минуточку, сейчас тогда еще раз. Видна, да? Да, сейчас все отлично. Вот, соответственно, следующая наша тема – это тема о том, в каких случаях банкротство компании влечет за собой банкротство бенефициара. И если мы в предыдущих наших темах говорили, наверное, с точки зрения больше защиты тех лиц, которых привлекают к субсидиарной ответственности генеральных директоров, будь то финансовых или главных бухгалтеров, смотрели, какие возможны стратегии защиты для них, то здесь мы как раз поговорим немножко, наоборот, с другой стороны, со стороны кредитора или со стороны арбитражного управляющего, который представляет интересы, в том числе кредитора. И посмотрим, когда вот эта ситуация у нас есть, когда банкротство бенефициара является следствием банкротства компании. Смотрите, таких ситуаций, их базово три. И первая среди них, как я уже сказал, это ситуация, когда у нас бенефициар компании привлечен как раз к субсидиарной ответственности. Также такая сходная ситуация, это когда в рамках процедуры банкротства, или может быть раньше, до возникновения процедуры банкротства, бенефициар компании был привлечен к взысканию с него убытков по деятельности компании. Да, она такая пограничная с субсидиарной ответственностью, сходная, но тем не менее, это немножко другая история, отдельная гражданско-правовая конструкция, именно касающаяся убытков. И третья ситуация, которая тоже часто бывает, это ситуация, когда бенефициар компании имеет личное поручительство по обязательствам компании. Это часто, особенно в практике банковского кредитования, то есть банки у нас максимально стараются подстраховаться во всех ситуациях, особенно когда крупные кредиты, какие-то кредитные линии открываются, у нас, соответственно, поручителями выступают обычно либо директора, либо участники, либо даже иногда, может быть, какие-то бенефициары, которые напрямую не входят в состав участников этой компании. И тут мы говорим о чем? Что, смотрите, если мы играем на стороне кредиторов, нам удалось привлечь директора или учредителя компании к субсидиарной ответственности. Само по себе решение о привлечении к субсидиарной ответственности, оно ничего не дает. Дальше понятно, как по обычной стратегии по взысканию любых денег через суд, мы получаем исполнительный лист на это решение. То есть после обжалования, после вступления в силу мы получаем исполнительный лист. Дальше, соответственно, мы должны как-то с этим исполнительным листом действовать. У нас закон говорит о том, что есть несколько способов, как может произойти распоряжение этой субсидиарной ответственностью. Решают это кредиторы на собрании. Способ номер один. В рамках процедуры банкротства арбитражный управляющий взыскивает с лиц, привлеченных к ответственности, эти денежные средства. Способ такой, с одной стороны, самый прямой, самый понятный, с другой стороны, весьма сложный, потому что мало кто из бенефициаров, из директоров просто сидит сложа руки и ждет, пока его привлекут к субсидиарной ответственности. Обычно люди стараются как-то начать страховаться, как-то спрятать имущество, может быть, куда-то его выводить, может быть, выстраивать какие-то защитные механизмы. Но, тем не менее, достаточно часто вот это привлечение к субсидиарной ответственности и прямое взыскание через службу судебных приставов, через запорудный лист может очень сильно затянуться или вообще быть невозможно. Поэтому в данном случае вот способ, а процедура банкротства, она, ну вы понимаете, она все равно регламентирована какими-то сроками и так или иначе она все равно конечна. Поэтому это не самый интересный для кредиторов способ взыскивать субсидиарную ответственность в рамках процедуры банкротства. Вторая возможность – это продажа этих долгов по субсидиарной ответственности, их реализация в рамках процедуры банкротства. Когда это может быть использовано? Ну, это может быть использовано в том ситуации, когда, например, сначала попробовали через службу судебных приставов взыскать, ничего не получили и понимают кредиторы и управляющие, что у этих бенефициаров ничего нет и, может быть, ничего и не было. Ну, опять же, вот та ситуация, которая тоже у нас судами не исключается, когда к субсидиарной ответственности привлекли номинального директора. Например, в периоде трехлетним не было никаких реальных директоров, директор был номинальный, он свою номинальность доказать не смог, его там за все привлекли к субсидиарной ответственности. Чаще всего у таких людей нет никакого имущества, никаких денег. И, соответственно, заниматься взысканием с них, ну, это, в общем-то, пустая трата времени. Поэтому в этой ситуации, просто чтобы, так скажем, закрыть этот кейс, эту ситуацию, наверное, логично выставить на торги, поскольку субсидиарная ответственность – это такая же дебиторская задолженность компании, как и там любая иная дебиторка, которая будет. И, соответственно, в рамках процедуры банкротства она может быть точно так же реализована через механизм торгов. Соответственно, она может быть оценена, выставлена на торги и как-то реализована. Может быть, ее кто-то купит, какие-то коллекторы, которые будут дальше этим вопросом заниматься. И третий способ, который, ну, пожалуй, наверное, сейчас достаточно распространенным стал, это когда вот эта субсидиарная ответственность, она передается кредиторам, передается пропорционально задолженности перед каждым кредитором. То есть привлекли, например, вот есть общая задолженность кредиторская у компании в 15 миллионов рублей, директора привлекли на эти 15 миллионов к субсидиарной ответственности, а дальше у нас есть там 5 кредиторов, и каждому из этих кредиторов пропорционально их задолженности выдали по отдельному исполнительному листу на субсидиарную ответственность. Дальше эти кредиторы уже за рамками процедуры банкротства самой компании, которая уже после этого завершается обычно, за рамками этой процедуры занимаются самостоятельно взысканием, соответственно, с бенефициара, которого привлекли к субсидиарной ответственности. И здесь у нас часто возникает та ситуация, что на основании определений суда о привлечении к субсидиарной ответственности дальше вводится процедура банкротства привлеченного лица, процедура его личного банкротства. В чем здесь есть особенность? Особенность в том, что на основании определения суда и исполнительный лист по субсидиарной ответственности может являться, как любое имущественное и денежное требование, может являться основанием для привлечения лица, для введения процедуры личного банкротства в отношении этого должника, физического лица. А другая особенность в том, что у нас закон о банкротстве физических лиц говорит о том, что эти задолженности по субсидиарной ответственности не списываются в рамках банкротства физического лица. То есть они могут быть основанием, но они в итоге не списываются. Для чего может быть нужно банкротство физического лица кредиторам, которые пытаются взыскать свои деньги с привлеченных к субсидиарке лиц? Ну, прежде всего, из-за того, что процедура банкротства, она более гибкий такой инструмент с точки зрения взыскания. То есть здесь помимо того, что можно получить какое-то имущество, которое в моменте есть у лица, можно обжаловать сделки с имуществом на протяжении предыдущих трех лет. И вот это дает возможность, иногда дает возможность кредиторам достаточно эффективно взыскивать свои задолженности. При этом для должника это крайне такая неприятная ситуация. Понятно, что в отношении не уводится процедура банкротства, он получает в дальнейшем какие-то ограничения, во-первых. С точки зрения ведения бизнеса, особенно если это актуально для людей, которые в бизнесе, как говорится. Во-вторых, его сделки за трехлетний период могут быть оспорены, может быть возвращено в конкурсную массу какое-то имущество и передано этим кредиторам. И, соответственно, при этом он еще и не освобождается от долга, если этот долг не будет полностью погашен. То есть в такой ситуации часто должники сами инициируют какие-то переговоры, находят какие-то способы мирного урегулирования этой ситуации, если у них есть такая возможность. Это что касается, почему у нас часто после банкротства юридического лица-должника у нас при ситуации с привлечением к субсидиарной ответственности может наступить и банкротство вот этих физических лиц, которых к субсидиарной ответственности привлекли. По убыткам здесь в принципе такая же аналогичная ситуация, то есть здесь тоже закон о банкротстве физлиц говорит, что и эти убытки тоже не списываются по результату процедуры банкротства физлица. Поэтому это, в общем-то, я говорю, такие исходные ситуации. Теперь, что касается ситуации с поручительством. Это отдельная совершенно история. Как я сказал, она уже достаточно распространенная. И здесь нужно говорить о том, каким образом связаны банкротства основного лица. Ну, предположим, у нас есть какая-то, так скажем, флагманская компания, может быть, завод, производственное предприятие, которое берет периодически кредиты, соответственно, или открывает кредитные линии. Соответственно, у нас под эти кредиты, кредитные линии, у нас в качестве поручительства оформляются, в качестве поручителей оформляются бенефициары, оформляются акционеры или участники или директора этой компании. Дальше у нас возникает вот это аксессорное, так называемое, обязательство, то есть дополнительное к основному. Если у нас происходит банкротство в дальнейшем, происходит банкротство основного должника, тут вопрос, что происходит с нашим аксессорным обязательством. Законодательство и судебная практика тоже выработало здесь различные способы, различные ситуации. Принцип основной – это неразрывность данных обязательств. То есть аксессорные обязательства всегда следуют судьбе основного. Если у нас основное обязательство гасится, то, соответственно, и это поручительство прекращается. Недействительность основного обязательства будет влечь также недействительность и аксессорного. Но наоборот, если есть какие-то недостатки у поручительства, это не повлечет, в свою очередь, недействительность основного. У нас именно в рамках банкротной тематики возникают периодические ситуации, которые связаны с взысканием с поручителей. Например, здесь и здесь есть такая достаточно нестандартная и какая-то практика. Например, у нас была ситуация, когда основное юридическое лицо – это был застройщик. Застройщик в какой-то момент был признан банкротом, началась процедура застройщика, туда пришло некое количество дольщиков, которые купили у него квартиры. То есть появились вот эти требования у нас был основной кредитор-банк, у которого, соответственно, еще были поручительства, в том числе физического лица, основного бенефициара данной компании. В какой-то момент банк у нас уступает это требование в рамках банкротства и основного лица, и в рамках поручительства аксессорного обязательства. Там тоже уже открыто банкротство по физлицу уступает нашему клиенту, инвестору, который был заинтересован по определенным причинам, как-то всю эту историю с застройщиком возобновить. В процедуре банкротства застройщика у нас заключается мировое соглашение. Но мировое соглашение, оно не предусматривает мгновенную выплату, оно предусматривает некий достаточно длительный процесс, который связан со строительными, всеми историями и так далее. И кредиторы получают свои деньги и квартиры они получают в течение длительного времени. При этом в банкротстве физлица по этому аксессорному обязательству арбитражный управляющий принимает решение исключить нашего кредитора из реестра, потому что считает, что обязательство прекратилось, основное прекратилось в связи с заключением мирового соглашения и, соответственно, его судьбе последовало аксессорное обязательство по поручительству. Так вот, дело дошло до Верховного суда, у нас были противоречивые судебные акты трех инстанций, в итоге дело дошло до Верховного суда и Верховный суд уже в конце поставил точку, сказав, что в этой ситуации аксессорное обязательство не прекращается, поскольку, прежде всего, поскольку мировое соглашение не исполнено и пока оно не исполнено, пока не выплачены полностью непогашенные денежные средства, у нас, соответственно, и физическое лицо тоже остается должным и можно взыскивать из него эти, соответственно, деньги. Вот. Ну, наверное, это вот основные тоже такие здесь моменты, которые хотелось бы отразить. Вот. Много ситуаций возникает, связанных с поручительствами в практике. Вот. Ну, тут еще хотелось бы сказать, что понятно, что обязательство по поручительству, в отличие, это не такая фатальная ситуация для бенефицаров, то есть в отличие от обязательств по субсидиарной ответственности, по убыткам, обязательство по поручительству в итоге банкротства физического лица, оно будет полностью списано, ну, то есть что удалось взыскать, то удалось, что не удалось, соответственно, оно у нас уходит. Вот. Так, сейчас тогда тоже отвечу на вопросы, которые у нас появились. Так, взысканная в банкротстве субсидиарная ответственность остается в силе и после окончания банкротства. Да, совершенно верно, я об этом говорил, то есть есть три возможности по распоряжению субсидиарной ответственностью. Первый вариант. Субсидиарная ответственность взыскивается в рамках банкротства юридического лица в полном объеме, ну и тогда, соответственно, завершается вся эта история вместе с банкротством юридического лица. Но эта ситуация достаточно редкая. Второй момент. Когда у нас субсидиарную ответственность, ну, кредиторы с собранием принимают решение о реализации этой субсидиарной ответственности на торгах как дебиторской задолженности. То есть, ну, они понимают, что нет у них как бы интереса какого-то и, предположим, они знают, что нет имущества, нет активов у бенефициаров, которые привлечены к субсидиарной ответственности. Они, соответственно, принимают решение ее продать. Вот. И она, как остальная дебиторская задолженность, не взысканная в рамках банкротства, она реализуется, этот долг по субсидиарной ответственности. Ну, понятно, что ее кто-то покупает и, соответственно, она тоже может уже новым кредитором взыскиваться после банкротства юрлица. И, как я сказал, вот самая распространенная, самая распространенная в практике сейчас ситуация, это когда субсидиарная ответственность распределяется кредиторами между собой, каждый получает свой исполнительный лист и дальше после окончания банкротства они занимаются взысканием контролирующих лиц этих долгов по субсидиарной ответственности. Уже как самостоятельные кредиторы, в том числе через банкротство самих физических лиц. Так, добрый день. Каковы перспективы обжалования субсидиарной ответственности в вышестоящих инстанциях? Ну, трудно сказать. Здесь прежде всего надо говорить, если говорить о перспективах, то надо говорить об основаниях, по которым было привлечено лицо. Ну, практика различная. То есть, да, есть основания. Периодически у нас особенно третья инстанция, кассационная, отменяет решение по привлечению лиц к субсидиарной ответственности, возвращает на новое рассмотрение, указывает на то, что что-то суды, может быть, не досмотрели. Так, есть ли финансовый директор? А, этот 3%. Кредитор подал заявление о банкротстве юрлица, затем его прекратили в связи с отсутствием финансирования. Однако кредитор подал заявление о привлечении участника такого юрлица должника к субсидиарной ответственности. У участника всего 40% уставного капитала. Он не ГД. Правомерны ли такие действия? Ну, смотрите, у нас правомерны, наверное, любые действия. То есть, кредитор вправе подавать любые заявления. Значит, ситуация, когда к субсидиарной ответственности лицо привлекается вне рамок процедуры банкротства, она прямо предусмотрена законом. То есть, вот эта вот история, когда либо процедура началась, но в связи с отсутствием финансирования закончилась, точнее прекратилась. Она не завершилась, а прекратилась. То есть, юрлицо повисло, так скажем, между небом и землей. Банкротства нет, но при этом долги остались. Она возможна, и закон прямо говорит, что да, в такой ситуации кредиторы могут привлекать контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Также возможна и еще более простая ситуация, когда кредиторы подают заявление о банкротстве, но еще на этапе его рассмотрения, то есть до введения самой процедуры банкротства, уже возникает у нас ситуация, когда кредиторы заявляют, что они не готовы, например, финансировать. И суд прекращает производство по делу о банкротстве именно в связи с отсутствием возможности финансирования. В этой ситуации тоже возможно привлечение. Теперь, что касается 40%, тут нужно смотреть, на самом деле, у нас судебная практика сейчас по субсидиарной ответственности все-таки идет по пути выяснения реальных бенефициаров, реальных контролирующих лиц. И наличие там 40%, 50%, 60% – это важно, но это не основополагающе. То есть у нас, в принципе, может быть ситуация, когда участник с 40% полностью определял деятельность компании. Хотя, конечно, по общему правилу у нас все-таки есть генеральный директор всегда, и ситуация очень странная, что если привлекается участник с 40%, но не привлекается генеральный директор. Здесь какая-то на лицо со стороны этого кредитора такая странная позиция, по меньшей мере. И во-вторых, есть, наверное, у этой компании, то есть если у этого участника 40%, наверное, у нее есть какие-то или какой-то мажоритарный участник, то есть кому-то принадлежат оставшиеся 60%, и непонятно, почему их тоже не привлекают. Здесь, наверное, вот так. Так, 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 так.